И теперь для НАТО с Винцер остался один вопрос, куда пойдет Team Secret, потому что сейчас мобильность страдает. Ну, мы видим то, что, да, Банша, скорее всего, там либо легкая, либо центр, Брюмастер то же самое, то есть ни Банша, ни Вайпер не очень хорошо чувствуют себя на трепле. Им там тяжело, поэтому Na'Vi могут обнаглеть со вторым саппортом и взять что-то лейтовое. Да, есть такая возможность. У Team Secret, в принципе, на начальной стадии пик очень такой вяленький в плане атаки. То есть, ну, первые минимум минут шесть они ничего сделать противнику толкового не могут. То есть там просто фарм, фарм, фарм. А с получением ультимейтов, там, седьмых-восьмых левелов, там уже, да, начнется, у Вайпера появилась Мека, у Брюмастера появился ультимейт, ДПшка там седьмой-восьмой левел поднимает и становится уже довольно-таки опасным юнитом. Но до этого момента все в руках Na'Vi, правда, если они возьмут себя какого-то наглого... Ну, и нигму там какого-то, не знаю. Да, да, кстати, она хорошо заходит, потому что у нас уже два милишника и Вайперон такой должен быть в центре драки. Но вот сейчас я хочу обратить внимание, что Team Secret нужен хотя бы один стан, потому что я уже комментировал эти игры, где бегали герои вот с блинками и просто издевались над противником, и вот забанили очень хорошего героя, на это Бэйн. Он, во-первых, мог пойти в триплу с тем же Шейкером, во-вторых, он хорошо контролил игру. Ну и того же Вайда, который прыгает в хроносферу. А, приятного мало. И Team Secret нужен любой контролер, который способен ловить противника, потому что иначе Na'Vi будут беспредельничать. Все летает, вообще все, три героя летают. И гирокоптер еще на 500, почти на 500 МС. Меня уже слегка даже трясет, давно такого не было. Я прям предвкушаю эту игру. Да, мы знаем, что вообще у нас Team Secret, они любят пикать всякую наркоманию, да, там Мурсы с тарасками и так далее. Ну, Куру, да, Куру отжигает нормально. И зная Пупея, он сейчас может взять что угодно. То есть, это просто предугадать, что он сейчас возьмет, это реально нужно, не знаю, как вот... Пальцем в небо. Ой, он, знаешь, он выбрал героя, которого могли бы взять Na'Vi, и тем самым как бы... Ну, слушай, а Na'Vi очень быстро отвечают Личом. Ой-ой-ой. Судя по всему, они тоже понимали, что там будет Энигма, и Лич очень хорошо подходит под то, чтобы сбивать хроносферу. Получается, что раз, два, три... Ну, три героя есть, которые могут сбить хроносферу, в принципе. Этого вполне достаточно при хорошем контроле. Ну, что ж, у Team Secret крайне жадный пик на Юрлигейме. Но, начиная с 12-й, там, 13-й минуты, они будут давить Na'Vi более чем жестко. А вот смогут ли Na'Vi отбиваться от таких нападков, это большущий вопрос. Посмотрим, как будут они действовать. Тут, по факту... А если они отправят свой... Ну, нет, триплу они не могут отправить с Гирычем и Виспом. Помнишь, мы как-то с тобой комментировали матч, где Гирыч и Висп вдвоем пошли куда-то в харду, по-моему? Да, это был Cloud9 против Империи, и Висп с Гирычем триплу разнесли. Да, это был ужас какой-то, я обалдел. Может быть, Na'Vi что-то подобное попробует изобрести. Мало в это, на самом деле, верится, но кто знает. Так, ну и посмотрим, кто у нас на ком играет. Значит, у тебя микрофон включен, все нормально? У Team Secret Big Daddy Shaker, он же Notale, если кто не в курсе, человек сменил себе никнейм. Пупей Энигма, Симба, он же Fly, будет играть на Death Prophet, S4 Бриммастер и Куру на Вайперии. Посмотри, как интересно, в плане вот, ТП-шка от Флая, то есть это в харду, что ли? Или будет побежать ставить вард, кто его знает. Вот, забанить спауны. Да, довольно интересно. А у Na'Vi мы глянем то, что FNG на Личе, хвост на герокоптере, Дэнди на паке, Фаник на Фейселес вайде и Ванскор на Виспе. Так, который пока не хочет его пикать. Сегодня ему уже досталось на Виспе, честно могу сказать. А как они, кстати, сыграли на D2CL против Клауд? Ну, Клауд Найн обыграли их 1-0, на второй игре не было времени, но по игре было видно, что Клауд Найн продолжает бегать, просто бегать по всей карте, и в один момент команды ломаются. Ну, то есть 15 минут без рака и все там уже. Ясненько. Тяжело. Ну, я надеюсь, что Na'Vi сейчас не на минус морали, потому что их главный матч на сегодняшний день именно этот. На D2CL пока еще группы. Там как-то с горем пополам из группы, я думаю, они выйдут, все будет в порядке. А вот на ESL здесь, конечно... Ну, опять же, если команда проигрывает какая-то из этих, она не теряет шансы на выход в мейн-ивент, но если ты выиграешь сейчас, то ты уже попадаешь железно. Оцени закупы у Team Secret. Ты посмотрел на Шекер с сапогом, Дес Профит с сапогом. Я удивительный, что еще и ES-4 нет сапога, но было бы здорово. Ну да, тут такой сапог гейминг. Ну, потому что понимают, и у одних, и у других Dota довольно-таки пассивная будет. А смысл покупать какие-то другие айтемы, если тебе все равно надо покупать этот тапок и там особо не хилки, ничего не потребуется. Если вдруг потребуется, всегда можно купить. Есть курьер. Я думаю, это... Ну, как бы сразу видно, что матч очень важный и команды будут играть очень осторожно. Очень-очень осторожно, я бы даже сказал. Поэтому изначально ясно, пассивная Dota Gaming. Бьем крипов. Фармим айтемы. Первые минут 10. Так, ну и кто же будет это жестче делать? Ну, пока мы будем посмотрим на пик, то, что пока жестче делает это Team Secret, потому что у них 4 героя фармят довольно-таки хорошо. Дес Профит и Нигма Вайпер, они крипов бьют больно, в то время как у Na'Vi крипов, ну, на ранней стадии бьют хорошо, то, как гирокоптеры вводят. А вот эти два саппорта будут страдать, так как им нечем этих крипов убивать. Ну, посмотри, как интересно придумали. Решили поставить ДП на топ, и, судя по всему, ей будет помогать Шейкер. Но пока, во всяком случае, он дал фиссуру. Верхний лайн мы увидели, да, уже подобную вещь. А, мне мы с НСом комментировали, но там стояли один на один, а сейчас, как бы, Дес Профит стоит против даблы, и для нее вот этот блок фиссуры очень-очень приятен. Выпускает еще вперед ранжевого крипа. Ну, здесь тоже очень четко проблочили. Также ранжевого крипа пропустили вперед. И, в принципе, не, ну, будет получать он экспу при любых раскладах. Вот еще и Шейкер подтянулся. То есть дабл лайн против дабл лайна. ДП-шка в харде. Редко такое можно увидеть. Вот вам. Собственно, персоной. И здесь однозначное преимущество за нави, потому что гирокоптер спокойно стоит против двоих. Вот он их поливает флэккэномом, плюс у него закуп действующие. И Шейкер с Дес Профит, они не очень хотят поливать его своими нюками, потому что цель всего одна. Ну, а весь спокойно забирает вот экспу на отводах. По левелу он уже взял. Оп, критулечка. Ну, нормально тут у Бремастера линия. Смотрю, там пак 4 крипа уже за 5 крипов за ластхитил. Даня под мод он на максимум. В Уанн скоро цапнули. Есть у него тизер. И снизу будет не очень приятно. Казалось бы, вайпер должен гнобить Вайда, но присоединяется сюда лич, и это уже совсем другая картина. Здесь уже гораздо приятнее. Я бы даже сказал, что если Фанника заперет на пару башей, то он с большой вероятностью этого вайпера убьет, потому что мы видим, что вайпер кс не пошел, да, у него 2-1 плюс 4. Лич жирает часть крипов, и если воид купит сапог раньше вайпера, то все, вайперу крышка на этой линии. И я еще добавлю то, что у него нет коррозив скина, во всяком случае пока, может на третьем изучат, и если нет, то это 100% фраг. Вайпер имеет очень низкий мувспит, у него 285 мс, он один из самых медленных героев. Так что в этом плане ему будет очень тяжело под двумя-то замедлениями убежать, ну плюс башики какие-то. Да, в итоге Na'Vi у нас выигрывают линию снизу, и также они хорошо стоят сверху, потому что мы видим, как у Гирокоптера очень хороший ласт-кит, ну в отместку Шейкеру и Дес-Профит. Так, тут с дабл-дэмэджем бежит Биг Дэдди, ну вряд ли он, наверное, что-то сможет, максимум дать фиссуру и даже не ударить, он не стал ничего тратить. Так, ну на нервишках друг у друга максимум, что делают, это играют, и все, пока. Вот он бегает туда-сюда Шейкер и просто ворует Экспо, понимая, что больше он пока сделать ничего не может. А вот у Вайпера все сложнее и сложнее. Купил себе тапочек, и вроде бы можно делать отводы. Дабл стакнул, делает отвод. Да, должен получиться. Ммм, ну вот, Куру выкручивается. Надо было бы забанить, на самом деле, этот спаун, потому что, посмотри, сейчас целая пачка крипов идет в никуда. Тем временем мы видим Ванскор, Харасит. У них тут война суппортов. Ну, Экспо здесь, конечно, преимущество. Он все-таки рейнджевик. Тем временем в миде все в порядке. Друг друга, опять же, чуть-чуть попинали. Не более того. Ну и третья минута 0-0. А Энигма имеет топ-1 Крипстат. Хе-хе. У него все хорошо. Да, пока вот этот вот, ну, не заблоченный спаун, он очень сильно поиграл на линию нави, потому что вайпер мог стоять вообще второго левела, и третий бы он никогда в жизни не получил. Но в итоге вайпер у нас стоит под тавром, получает эксплуат. Да, Энигма по-прежнему выкачивает в наглую весь лес. И здесь, ну, здесь нужно молиться на фаник и на его баши. И мы видим, что он готов башить, он покупает себе орбу феном. Да. И максит баш при этом. Теперь надо ловить. Да. Тут у нас война за нейтралов, но эту войну однозначно выигрывает Death Profit шейкером, потому что они кидают свои спилы все нормально. Ну и мы видим то, что у нас все-таки Death Profit будет делать фейсбуцы, ну, для того, чтобы монсить на линии. Регенерация и забирает Big D дириген. S4 покупает все тапочек, боталабузит и снизу нападение на Кура под замедлением. Там 194 мувспида, пропрется ли на баш? Нет, не пропирается, под тауэр не пошли. И в итоге не будет фрага. К сожалению, у Лича нет еще на одну новую маны. Надо скушать крипа. Но уже тревожный звонок для Куру. Ему все тяжелее и тяжелее. Фейзы появляются у хвоста. В случае чего с ними уже можно либо догнать, либо убежать. Ну и ФНГ ловит. Пытается ловить. Есть прыжок, прыжок за спину. Сразу юзается замедление. Куру развернулся, дал тычку. Коррозив скин прокачал, кстати, на два. Понимает, что это единственный спелл, который его может спасти. И Куру, ну, стоит отметить его грамотную игру. Потому что он изучает Коррозив скин тогда, когда он нужен. А изначально он изучил те спеллы, которые помогут хоть как-то ластфитить крипов. Так, тем временем в миде. С4 дает клэп. Очень больно Дэнди Мону. Буквально еще одну тычку сделать. Дэнди отдает ферстблат. Еще и ультимейт был потрачен. Но тут праймал сплит имеется. Юзается праймал сплит. Ванн скоро убегает. Залетает булыжник. Есть еще один килл. Дабл килл от С4. Ого. Вот это начало. Потрясающий бут для С4, потому что сейчас он наберет себе фарм очень жесткий. Вот Брюмастер, который будет по фасту покупать себе блинкдаггер и прыгать на каких-то лечей, да, которые фактически у нас не будут иметь айтемов. Это будет, ну, это будет несбываемое залище со стороны того же леча. А на С, в свою очередь, ну, вообще принимает решение нападать на самого, по-моему, жирного героя в команде Секрет, да. Вот мы видим у него почти 1000 хп, и, по-моему, виспаком, если скидываются на все, они вряд ли его убьют. В итоге, ну, пока что авантюра, которая покаралась легко. А Пупей? Оцени. Седьмой левел. Да, вот это, ну, это на самом деле один из самых жестких фармил лесных, как бы все знают об этом. Но мало кто еще помнит, когда Пупей только-только начинал играть в дотку, он там, какая-то у него там была слабенькая команда, я не помню, как она называлась. Он был единственным тащером в этой команде, и вот он тащил как раз-таки на Энигме, я помню, вот эти каточки. И потом он уже начал играть в довольно сильных командах. Поймали Куру, Фиссура, сейвят, Блэк Холл имеется, Миднайт Пульс, и буквально еще одну тычку сделать. Ты посмотри, Пупей, Блэк Холл жалеет. В итоге чуть не умирает Куру, но все было сделано очень-очень ювелирно. Ого. Буквально один хит оставался сделать. Ну, я думаю, ради такого Блэк Холл не стоило тратить, потому что это, ну, должно было очень сильно повести фанику. В результате Пупей понадеялся, точнее, рассчитал псевдо-равном, да, что... Да, да. Если бы пропер баш, то отъехал Бакуру. Ну, удача на стороне Вайпера. С4 уже начинает прессинговать, я думаю, имеет смысл переключиться на Нетворсы. Ну, и, понятное дело, С4 самый богатый игрок в этой игре. У него Нетворс 3200. Он еще очень хорошо разминает деньги, делает сразу себе выход в Блинк Даггер, намекая на то, что, скорее всего, у нас Team Secret пойдут пушить на ранней стадии с Death Profit и Брюмастером. Сам бог велел. Да, и вот сейчас очень хорошая игра от Нотейла. Нотейл понимает, что сверху он сделал уже все, что надо. Death Profit получила фейзы, и на фейзах ты попробуй ее догонить. 432 мс. И она будет просто спокойно стоять и крипов воевом добивать. Чего не скажешь, снизу, да? Потому что стоит фаник, и тут опасно. Ну, хотя бы какой-то начальный буст фаник получил, уже хоть хроносфера у него наклевывается. То есть, если посмотреть на крипстат ДПшки, у нее пока он даже пониже, и в целом, ну, типа, с течением... Вот он, Блэк Хоул. Фанику очень больно. Успеет, успеет фаник прыгнуть. Ну, жужж, нет, не успевает. Тут еще и Биг Дэди с Эхо Слемом теперь. Ситуация очень серьезно усугубляется, и то, что будут пушить Team Secret, это инфа стопроцентная. Пушить будут они, мягко говоря, серьезно. Я думаю, за ближайшие минут 10 упадут все внешние товара, если не раньше. У Нави проблемы. Я думаю, то, что, ну, нужно Дэнди как-то помогать с этой защитой, потому что Тауэр, ну, Лич, Воид, они вдвоем не делают ничего. Лич, Воид, они просто стоят и смотрят на огромное количество суммонов, на Эникму, поэтому нужна помощь. А помощь вряд ли придет, потому что Хвост у нас сверху, но ему нужно действовать с Виспом, да? У Виспа нет релокейта. Хвост, конечно, в принципе, готов воевать. Рокет баража у него на 3, флакена на 3, есть уже ультимейт. Вполне боевой гирокоптер может бомбардировать своего противника, но для этого нужен релокейт. И Висп работает над этим. Там, кстати, наделали стаков прилично. Ну, Na'Vi будут играть в пассивную доту, ну, делая ставку на свой лейт. Я бы не сказал, что у Team Secret слабый лейт, но, опять же, если посмотреть на ДПшку, у нее серьезные проблемы. Как ни крути, Death Profit должна стоять где-то в миде и свободно получать экспу, поднимать деньгу и левел свой. Здесь пока, ну, хотя уже восьмой движется, но по деньгам фейзы стики это не камильфо. Ее нетворс составляет 2600. Да, ну, пожертвовали пока. Все-таки мы видим, что у Вайпера все хорошо. Вайпер у нас потихонечку вырывается. Ну, вырывается по Крепстату вперед. При этом Энигму вообще у нас имеет номер один, и у нее очень скоро будет Мека. И вот сейчас у Нави Шанс есть Хроносфера. Если убьют, будет минус Мека на некоторое время. Да, и защитят Тауэр. В итоге нужно вместе нападать. Ванскор у нас все еще не шестой. Ему буквально не хватает 25 экспы. В итоге Тауэр падает. Фаник у нас out of position. Ой-ой-ой, а его тут нашел Идалон, но упрыгивает Фаник. Вот так вот. Ну, теперь нет маны. У него теперь нет маны на Хроносферу с Таймволком. Мы видим то, что Хвост прилетел заранее. Висп, он вообще стоит на базе. И, боже мой, как же не хватает ему этой единички экспы. И все. И TeamSecret доминирует. Тауэр забрали, всех героев стянули. Вот, проигет забирает хосту. Ну, это он, кстати, дерзко прям так. Да, ну потому что если бы сейчас эсфор еще и хосту взял, это был бы вообще полный трындец. В принципе, у эсфора даггер, ему норм, ему эта хоста не супер нужна. Не думаю, что он огорчился. Фулл мана, фулл хп. Да, я думаю, то, что секрет готов идти вместе. Забирает остальные твера. Релокейт на топе, пытается взять дпшку и должны ее взять. Здесь никакие тп сейвы не помогут. Даликоваться шел флайт, за это его наказали. Вот, на таких моментах надо ловить противника. Если Team Secret не соберутся вместе и не начнут пушить, то вот подобные проблемы у них будут часто случаться. Тут Дэнди проблемы. Он на меде хотел сделать тп аут прямо на глазах у Шейкера, и в итоге Шейкер взял его. Вот этот поворот, я даже, ну, не подумал. Ну, ты даже не ожидал, я думаю, от того, что Брюмайстер с Шейкером каким-то образом могут забрать пака. Но Даня у нас сегодня, по-моему, не в своей калитке, да, потому что на паке он уже играет вторую игру, и как-то он слишком нагло играет, не оставляя на сейв абсолютно ничего. Ну, я думаю, раздуплиться потихонечку. Надо все-таки эту каточку отыгрывать на уровне. Куро может встрять. Прыжок от Фаника. Хроносфера. Причем очень хорошая хроносфера. Можно его накрывать, и Куро без вариантов тоже умирает. Есть килл. Малифейсы, Клэп, Фаник. Слишком долгий кулдаун. Фиссура отваливается. Фаник. Ну, и размен получился, в принципе, восьмой левел на седьмой. Подожди, подожди, цепляет у нас виспа, подходит сюда папе, папе просто... И булыжник залетает. И просто она просто с руки его разваливает. Ну, что ж такое-то, а? Не клеится пока игра, но зато на топе флая цепляют. У него тут тоже шансов мало. Отжирается с одной стороны гирокоптер, с другой стороны фидонят тиммейты. И тут у хвоста пока все хорошо. 12 минут. Фейзы, Аквила, Огрклаб и Яша. Он имеет топ-1 нетворс, при том, что пока ни одного тавера не упало. А у них уже один тавер забрали. И отрыв довольно неплохой. Хвостевич может завести эту катку. Но надо бы подсобраться всем остальным, иначе шансы будут слишком низкие. Тут уже скоро даггер у Биг Дэдди. Вот это да. 12 минут. Арканы. Стик 1600. Что это вообще такое? Два кила, четыре ассиста и плюс еще тавер. Великолепная просто игра. Вот на Тейла, я не знаю, давненько не видел таких жестких шейкеров. Он фактически сейчас имеет больше фарма, чем фаннику. На топе. Малифайсе. Убежать очень тяжело. Релокейт был за Юзаном, походу, сбился. Боже ж ты мой, как же получилось-то так. Был за Юзан релокейт, и он сам же зашел с тизером в Блэк Холл. И в итоге он сбился. Обалдеть, какой момент. Минус два. Великолепная игра. Механика. Механика доты. Да, великолепная игра Пупея, потому что Пупея просто понимал, что сейчас прилетит твист, что Санек у нас не зря танкует лицом, и в результате поймал. Вот хороший лаз-пилит. Дэнди развели его на shift, tp out, но таких нет. Ты видишь, что творится с Дэнди. Ему буквально не хватает совсем чуть-чуть до блинка, хотя вот он его-то взял, он его нес, но он продолжает использовать арбу для фарма, и оставляет для сейва. В результате просто, ну, Тейл подходит к нему и забирает. Даня сам не свой. Да, такие прям очень-очень неприятные отдачи. 10-3. Экономика рушится у Natus Vincere плотно. Team Secret имеет уже 7 тысяч золота, там 4,5 тысячи экспы. Далеко вперед уходит Secret. Ну и у хвоста сейчас будут проблемы, хотя вдвоем эти товарищи... А подтягивается еще один боец, у которого скоро даггер, выходят. Релокейта нет, прожимается экзорцизм. 10 секунд о релокейтах, мансы и прочее. Чем славится хвост, к сожалению, здесь не работает. Стерли за секунду без вариантов. И пока мы можем только на чудо какое-то надеяться. И ты посмотри, кто бежит у нас дальше за Нави. Бежит у нас A4, он как-никак понимает то, что... Ну, Визб все время находится рядом с гирокоптером. Саленсом попали, Клэп, и это минус, миск. И мы видим то, что вот настолько наглый пик, да, где у тебя фактически и войд, которому нужно нафармить, и остальные герои, которым нужно взять левел, им тяжело, им нужно сплит пушить. Но пока Team Secret полностью предугадывают действия Нави. Ну, вот это вот сам Энигма. Мало того, что она забирает Твера, так она еще и блестящий ловит в блэкхол гирокоптера с виспом. И нужно бегать. Да. Ван скоро лагает. Нет демеджа. Демеджа вообще ноль. То есть и перспективы в демедже только если Team Secret, там, я не знаю, станут в пятером, попадут под хроносферу, полетит чайник туда, ну и там гирокоптер скастуется. В общем, что-то такое вне адекватной доты, если произойдет, если Secret жесткий какой-то фейл допустят, то у Нави демеджа может хватить. А по-другому, конечно, здесь чистая математика. У одного гирокоптера есть какой-то ОЕ демедж, все остальные, ну там еще плюс пак. А вот всем остальным с демеджем тяжеловато. Лич, он в принципе не успевает ничего сделать, его сотрут в мгновение. И как таковых пока массфайтов Нави себе позволить не могут. И самое печальное в этой ситуации, то что они и сплитить-то толково не могут. Они вот то Т1 Tower снизу грызут, отчаянно, но у Глифа нет. Может быть и заберут Т1 на Т2. Для Нави это будет нормальный размен, хоть что-то. Ну и вся надежда на хайграунд, потому что за 20 минут пропушить Т3 Tower будет все-таки тяжеловато. Хоть и ресурсов очень много, но у ДПшки кулдаун экзорцизма. То есть сейчас они заберут Т2. И получится, что это будет третий Tower на их счету. В миде тоже подтягивается. Ситуация тяжелая. Ну Нави, по-моему, это та команда, которая всегда себя загоняет в такие условия. Я вот не знаю, почему они не могут пикнуть героев более сильных, чем у их противника. Задоминировать и выиграть потом на скилле. Они почему-то всегда берут именно более слабый пик и загоняют себя в очень-очень такие суровые условия, я бы сказал, спартанские условия, где тебе одна ошибка и ты теряешь просто лайн, а то и трон. Я бы даже еще добавил, что в последнее время Нави пока что не выбирается из таких ситуаций, потому что, как мы видим, преимущество растет, да, и, ну, наверное, единственная надежда в этой игре — это узкий проход под хроносферу с лечом и гирокоптером. То есть вот был у нас Z-Pack с первым пиком, да, ну, точнее, вторым пиком, но пока этот пак он вообще не отыгрывает. То есть он, по сути, никого не загонгал, не навел движуху нигде, у него 0-3-0. Блинкдаггер он вынес поздно, учитывая, что у S4 вон уже, ПТ-чика Блинкдаггера и еще что-то сверху. И чем дальше, тем сложнее, потому что его раскаст, он все слабее и слабее. Да, эффективность пака теряется, если, ну, это один из тех героев, который должен доминировать, либо игра должна быть хотя бы ничейной. А учитывая пик Team Secret, здесь все толстые герои, все тоже мобильные, смотрите, даже у Shaker уже есть даггер, брюмастер с даггером, вайперу чихать на пака. В принципе, Death Profit скоро будет чихать на этого пака, хотя она уже плотная, плюс есть мека, и для пака условия становятся невыносимыми, и, учитывая его ХП, то есть тот же Shaker врывается с Ахаслэма, и ты даже Shift нажать не успеешь, тебя разорвет быстрее. В общем говоря, я думаю, в этой каточке только чудо может помочь Na'Vi выиграть. Ну, а если поговорить про Team Secret, эти ребята целиком и полностью реализуют свой пик, причем реально очень грамотно и четко. Все скиллы прокастовывают так, как нужно, ловят на всех ошибках. Вот, по сути, да, убить пака, ну, с одной стороны, а кто вообще на него нападает обычно при нормальных условиях? Никто на него не нападает. Но, когда видят, что он ошибается, этим пользуются, и это тоже дорогого стоит. Team Secret большие молодцы. Владмирс появляется, как раз-таки для раннего пуша. У S4 за 15 минут такие прям дикие айтемы. У хвоста полторы тысячи. Выходит он, конечно же, в БКБ против такого количества спеллдэмэджа. Без него никуда. Ну, вот сейчас мы видим то, что Team Secret играет больше в стиле Na'Vi, какими мы привыкли, вы видите. Они нападают на Т1 по центру, зажимают у нас Na'Vi со всех сторон, просто вот такая осада. При этом у них стоит хороший вард, который палит. Ну, стиль Na'Vi сейчас, вот он бегает на Enigme. Да, вот он стиль, который раньше был. То стиль Na'Vi, который был и, видимо, всем этим процессом руководил. И вот смотри, вот я заметил сегодня, опять Na'Vi делают вот не совсем понятные действия. Гирокоптер стоит с виспом, хотя они могут куда-то лететь. Так, ну вот S4 тут слегка подамажили, ничего себе. Хроносфера, S4 пытаются забрать. Хорошо, все очень четко прокастовали. Выбили с него стрик и уже какой-никакой бонус. Здесь туча идолонов будет пушиться. Фаник под Момом, есть прыжок. Но все очень толстые, довольно опасно прыгать. Отпился от своих тиммейтов купей. Блэкхолл у него имеется. Попытается на развороте. Выписывает Блэкхолл. Подтягивается сюда. ДПшка дает Сайленс по двоим. Сворм уходит в никуда. Там параллельно тоже драка. Биг Дэди очень побитый. Фаник пытается его взять, ничего не выходит. В итоге двоих теряют на Тус Винсеры. Гирокоптер вместе с Вайдом. А больше никого не потеряли. Ого, как они выкрутились-то. Казалось бы. А как там, я так понимаю, в гирокоптер ворвался просто Шейкер и объяснил ему, да? Да, не хватило прокаста забрать Биг Дэди, потому что у Шейкера у нас уже 11 лэла, не у 1100 хп, в результате там Вайпер с Шейкером оттанковали весь Бэрэдж. Ну и потом мы видим, да, что гирокоптер после раскаста легко забрать. Ну, после такого момента, я думаю, руки вообще опустились у игроков Na'Vi. Здесь уже даже непонятно, что делать. Ставится какая-то пауза. Ну, пока понятно. Ставить тактические паузы, потому что за сегодняшний день мы их видим уже очень много. Я в свое время, да, увидел, что, ну, когда ты ставишь паузу, то команды могут поговорить о чем угодно, могут альтабнуться, посмотреть там, кто где бегает, где ставят ворды, пойти их и все снести. Это такая вот онлайн вещь. И я думаю, что-то надо с этим делать на самом деле. Фух, так нормально. Да ну. Ну, эти паузы, если поговорить о них. Вот недавно был матч Virtus.pro против Fnatic. Тоже в рамках ESL и нижняя сетка. Был очень-очень ответственный момент, где если бы Virtus.pro на фиделе, они бы проиграли игру. Но в этом моменте было не до конца понятно, кто сильней. То есть, ну, ставится пауза во время файта и непонятно, кто будет, ну, драться, кто будет убегать. И в этот момент просто VP ставят паузу, говорят о том, что у них кто-то лагает. Подумали-подумали, что им делать и как им делать. В итоге, ну, то есть, либо отступать, либо нападать. И в итоге они поняли, что они гораздо сильнее. Мы там тоже, как бы, обсудили это с НСом. И они, естественно, напали, убили эту карту. Ну, кстати, они все равно должны были ее проиграть. Там, типа, падал трон. И убили кентавру с четырьмя тысячами хп, вместо того, чтобы... Ого! У тебя тоже отключение? Дим. Дим, уан. Найн. О-о-о. Дим. Оп-оп-оп, да. Что ты куда-то вылетел? Мы можем пойти с тобой в одно чудесное место. Да? Где будем наедине. Не, ну, вроде все в порядке. Я очень надеюсь, что у меня ничего не упало. Это мой интернет. Решил повеселиться. У меня на секунду. Но я из игры не вылетел. И стрим вроде работает. Очень надеюсь, что он не упадет. Так вот, о чем мы с тобой? О том, что вообще в профессиональной сцене, вот как это делается, ну, там, где киберспорт развит, та же Америка и та же Корея, то паузы можно ставить либо до файта, либо после. Ну, то есть во время файтов паузы ставить ни в коем случае нельзя, иначе это будет совсем опасная игра. Это, ну, это неправильно. Ты трезво можешь оценить ситуацию, в этом ты, как бы, вся, весь интерес, то, что насколько ты грамотно сориентируешься, отступишь ты или нападешь, или какое, ну, решение примешь, оно всегда очень важно. И если, блин, ты ставишь паузу, грамотно размышляешь, что тебе делать и в этой ситуации. Просто как бывает, да? Бывает так, что все в руках одной команды. Они могут либо напасть после паузы, либо отступить. Если такая ситуация происходит, то это полная беда, потому что команда, которая находится против них, у нее тупо нет даже выбора. Эта пауза для нее ровным счетом кто-то скажет, типа, ну, они же тоже сидят и могут рассуждать. Ну, да, они могут рассуждать, но если у противника большая мобильность, то они просто-напросто всегда могут принять правильное решение. А так, черт его знает, какое бы они решение приняли. Поэтому, лично мое мнение, паузы во время файтов вообще, ну, должны быть исключены. Ну, здесь как бы нет никакого файта, мы сейчас не об этой паузе говорим, но в целом паузы во время файтов это такое, это нельзя. Развиваем киберспорт. Я в этом плане полностью согласен. Ну, и ты как бы, как игрок профессиональный в прошлом, сам знаешь, как оно бывает, и много об этом разговоров было. Так, возвращается у нас OneScore. Просит еще одну секунду. Лагодром у бедного. Не знаю, с чем связано. Будем надеяться, что это пройдет, потому что все-таки матч довольно важный. Ну, и опять же, да, к слову, вот подобных вещах у профессиональных игроков уже давным-давно должны были быть два провайдера, уж как минимум у игроков Na'Vi и топовых остальных вот коллективов, которые на интернейшнале играли. Все-таки живем не в каменном веке. Пора бы уже иметь, если начинается подобные проблемы, переключаешься и забываешь об этой проблеме. И на это уходит 10 секунд. Я, возможно, удивлю тебя, но, по-моему, Na'Vi сейчас находится в киберарене, то есть они даже не на базе, и у них вообще нет своего провайдера, у них есть только клуб, в котором они могут... А, то есть у них типа буткемпы, что-то? Да. Довольно интересно. У них же вроде своя база, все есть. Ну, сейчас почему-то их нет на этой базе, и в итоге они все находятся вон там. Да, может быть, эта база занята каким-то другим буткемпом, как вариант. Ну да, такое себе, конечно, но будем надеяться, что все. Но опять же, тогда получается один ванскор, такой неудачник, у которого все лагает. Это тогда связано не с интернетом, а компом. Потому что интернет-то у всех один. Ну, такое. Секунду попросил ванскор. Подождем. Ну, по этой игре, я думаю, шансы... Так, вот, возвращаются наши ребята. Шансы крайне низкие у Na'Vi. Ну, хоронить их, естественно, не будем. Team Secret просто делает все очень четко, и я, ну, не верю в то, что они могут какую-то супер критичную ошибку допустить. Посмотри, 3500 у Enigma, Shaker 1200, помимо его Даггера и Аркан, Brewmaster, Владмирс, Даггер и так далее. Viper уже почти сделал лаганим, и ДПшка с юлами. Я, честно говоря, вообще не хочу смотреть на Enigma, потому что ты просто посмотри на ее NetWars. Она обошла вообще всех в этой игре. И эта заявочка... 1.08 в Папе. Да, и он сейчас может спокойно вообще набрать для себя что-то. Вот любой... Любой айтем, хоть не кротрепили, и на ХГ идти, и... Ну-ка, ну-ка, а гоним? Нет, рефрешер. Я так думаю, что это рефрешер. Или пайп. Вот одно из двух. Представь себе, это будет мека у Пупея. Юлами подняли, не дали уйти Дандимуану. Да, не юзая DreamCoin, но это его не спасает. Ситуация выходит из-под контроля совсем. Идут TeamSecret. Идут. Хвост почти с БКБ. Боже ж ты мой, хвосты не хватает какой-то копейки до этого БКБ. Но если он купит БКБ, тогда не будет байбэка. Тут тоже юзает он ультимейт. Так. Ну да бейся же, чертов. Крип. Ну еще один. Да ладно? На хвоста нападается. Иванули его релокейтом. Продавай скрол. Продавай скрол, бери БКБ. Продавай скрол. Саша, продавай скрол. Нет. Нет. Сэкономил. Сэкономил скрол. Я уверен, он порешает. В итоге у нас принесли Иван Скоро на алтарь. Принесли дай, но TeamSecret мало. Нужно забрать что-то еще. С4 нет ульта, танкует. Хроно есть. Нормально, смотри. Как качественно держит позиционочку. Подождем. И, судя по всему, хвост не собирался, в принципе, покупать себе БКБ, потому что сейчас-то деньга есть. Он решил все-таки оставить на байбэк. Вот так вот. Байбэк, байбэк, байбэк. Нет, он решил взять все-таки рецепт. Купил. Ох-ох-ох-ох-ох. Все прям на грани. На грани. Ждать кулдауна Пайпа. Климент у нас имеет кулдаун еще 15 секунд, поэтому можно пойти за спидпушить низ. В итоге он сейчас бьет крипов и этот лайн толкает. Сверху у нас также толкается потихонечку лайн, и, по-моему, Team Secret на следующем. Оп. Кул. Оп. Круто. Вот, кстати, я рад, что у нас двое, потому что я сегодня сидел один на стриме до 2 целых. Я немножко скучал, потому что я сидел там по 15-20 минут разговаривал сам с собой. Это, знаешь, такое себе. Я верен, ты тоже в такие ситуации попадал. Ну и сейчас мы видим, как команды стараются. Боже мой, просто возьми и пересядь. Потому что время и ситуация у нас накаляется. Так. Дим, слышно меня? Да, я тебя прекрасно слышу. О, боже мой. Я надеюсь, стрим не упал. Но чувствую, сейчас упадет. Что-то... Что-то либо у меня с провайдером нехорошее происходит, либо чего. Черт подери. Походу, он упадет. Блин, это беда. Что с этим провайдером не так? Да, зашибись. Вилат тут осит. Да, Вилат сидит там с чайника своего и дудосит всех. Нет, это не доз, это что-то с провайдером. Я не знаю, что за бред. Причем, как бы, он падает и восстанавливается, падает и восстанавливается. Время показать, зачем нужен второй провайдер. Нет, ну... Я надеюсь, что до этого не дойдет. Это мы тут говорили-говорили про вторых и третьих провайдеров. Нет, просто понимаешь, если я сейчас переключусь на второй провайдер, придется идти в TeamSpeak, потому что в скайпе я со вторым провайдером точно сидеть не буду. Да. Поэтому я надеюсь, что все-таки не придется, раз уж пока пауза. Я просто поменял сервер на всякий случай и буду надеяться, что этот провайдер меня не подведет. Давай, работай. Вот, мы пока сидим. Нас уже слышно? Да, 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 да. Люди... Да. В общем, вот, кстати, прошу обратить внимание на артефакты, которые собирают в Steam Secret. Они делают все, что приносит максимальную пользу в начале игры. В итоге Брюмастер у нас с Владимиром, ну, и ПТ-шикой на силу, просто статы, статы, еще раз статы. Вот. Вайпер у нас пакует чистые статы без каких-либо мег и прочих артефактов. Это Аганим плюс Пауэртритс. Да. Банша у нас купила себе барабаны. Это также увеличивает твой пуш-потенциал. Ну, и когда ты их включаешь, твоя команда бегает быстрее и дамажит нормально. Ну, и Пупаун вот Пайп. То есть, по-моему, сейчас, я не знаю, все вообще, все, что может быть, создано для того, чтобы Team Secret зашли на хайграунд. Че, они не пишут, что это ДОС или нет? Нет, они просто развлекают сами себя по карте. Не понял. Сейчас я спрошу у Ван скоро. Крестики-нолики играют, смотри. Уже... Ну, а уже победил. Не медлит. Поиграл. Плохо, что на самом деле так быстро, типа, стирается. Нужна функция, чтобы, ну, когда у тебя такое происходит, то ты мог выбирать. Какие-то мини-игры. Я вообще давно говорил о том, чтобы в Доту ввели какие-то мини-игры, типа, я не знаю, какие-то такие тетрисы всякие, не знаю, что-то такое, что-то интересное. Может, какие-то игры, которые оттачивают, например, микро, там, или что-то вот такое, что можно просто нажать и поклацать, поклацать. Вообще, по факту, можно себе на компьютер подобную штуку установить и ничего больше не требовать, но было бы неплохо, что если бы это была функция в Доте. Тогда бы и игроки бы тоже время даром не теряли, сидели бы там, что-то клацали. И в стриме можно было бы там во что-то позарубаться. Как бы два стримера сидят и во что-то играют. Нормально. Я бы еще тогда добавил, что при таком раскладе нужно, чтобы ты еще мог бросать челлендж противнику. Представь, играешь ты игру, там летает какой-нибудь тингер, да, или нага бегает спидпушить иллюзиями. Чем заняться остальным восьмерым игрокам? Правильно там устраиваешь челлендж, например, 4 на 4. А ты не знаешь, временная аренка для 4, чтобы проверить свои способности и нормально. Типа того можно было бы сделать. Ну, в общем, хоть что-то. Я победил. Уй! Так, сейчас посмотрим. Не, Ванскор молчит. Вроде как в сети, но вроде как и молчит. Что-то там, походу, его комп приехал. Да. Ну, это уже в принципе дефолт. Ситуация обычная, стабильная для нас. Не знаю, можно что-нибудь почитать? Мэдисон Сквер Гарден. Да. И мы умудрились сесть на самый крутой комп в киберарене. Я просто считаю, что когда команда готовится к турниру подобного рода, нужно просто снимать, ну, желательно снимать, я не знаю, что угодно, комнату, там, где пять компьютеров, заходить туда и играть, потому что, как по мне, но ставки высоки в этой игре. Сейчас мы посмотрим, кинусу хоть новости, хоть что-то обсудить. Ну, только не связанную с политикой, в том же тут пока одна политика. Я вот, у меня вопрос, будет ли курс доллара дальше расти? Потому что я что-то смотрю, он уже приблигается, ну, я это не поэтик, это просто курс доллара. Хакеры пообещали показать голую Гермиону. Родителям прогулявшей секс-урок школьницы грозит тюрьма. Где-то новости вообще. Это же это за новости. О, боже мой. О, Италия заморозила имущество российского олигарха. Я думаю, с него не убудет. ужас, боже ты мой. Десятилетняя дочь решила не посещать секс-урок. У них что там, детей в 10 лет уже учат всему? Нормальная тема. Хотя, может быть, это и правильно. Вообще, надо с ранних лет детей приучать тому, что, когда ты вырастешь, тебе уже будет 18, тебе нужно уметь создавать свою семью, чтобы, когда ты вышел, ты был полон навыков. Так как, если взять тот же Восток, мы видим, что их все больше и больше. Китай захватывает мир. Очень скоро их, наверное, вообще будет больше, чем... Очень скоро их будет, как остальная половина мира. С ними будут считаться. И вот там эта учеба идет с раннего возраста и очень ценится. В идеале было бы неплохо, если бы всем этим занимались родители, но, к сожалению, у нас так выходит, что родители заняты. Они либо заняты, либо не успевают банально, потому что все-таки ребенок в школе проводит времени еще больше, чем с родителями он проводит. Обычно как бывает, родители с утра проводили своего ребенка на учебу, потом сами на работе, ребенок приходит домой, они еще на работе, потом под вечер, там уже, грубо говоря, чуть ли не когда он ложится спать, они приходят домой. А он в это время либо гуляет, либо, ну, короче, такое. Родители с своими детьми видятся в разы меньше, чем они видятся с преподавателями. Поэтому ведитесь со своими родителями, ребят. почаще. Это надо родителям говорить, чтобы они видят своими детьми. Ну и родителям тоже. Потому что дети, они пока невластны в этом плане. У нас почему вот такое вот, ну, типа, я сегодня рассуждал на тему того, что в Лоле комьюнити оно, типа, гораздо лучше, потому что у Лола родители лучше. Я вот, ну, Лол, это дисциплина, Лол, это игра, это ребенок, вот, большой такой ребенок, потому что уже огромное, как бы, комьюнити. Дота тоже ребенок, но у Доты родители много работают и думают только о деньгах, а в Лоле тоже много работают, но при этом не забывают о своих детях. И поэтому комьюнити Лола по сравнению с Дотой это просто небо и земля. Если в Лоле игрок собирает всякий трэш профессиональный и при этом стримит, и люди видят, что он всякий трэш собирает, его просто штрафуют элементарно за это. А, ну, серьезно был такой случай. Давай потом продолжим, сейчас мы вот видим очень опасный момент, то, что у нас снизу перетяжка. Хвоста могут цапнуть. Видели, видели секрет вард, они понимают, что Нави здесь в полной засаде, то есть не успел у нас в ФНГ поставить этот вард, в итоге фаник позиции, может прыгнуть на пупана, но какую же он толстый, ты на него посмотри. Ну, пайпа мека, как бы, плюс сам по себе Энигма, такой плотный герой, еще и ПТ с Огрклабом, по-моему, этот товарищ не по зубам в принципе ребятам из Нави и Нави увидели, что там слишком много, решили разбежаться. Ну и как бы будут сейчас пытаться Нави как-то отвести глаз от своей базы, как можно дальше увести игроков в Team Secret, чтобы те, в общем-то, им ничего не ломали, ну или пытаться ломать что-то в ответ хотя бы. Потому что каждая копейка голды на счету. Вот сейчас вроде есть БКБ, ну и какой-то дэмэдж, да, 160 урона с руки у хвоста вполне достаточно, чтобы более-менее провести замес. Но надо бы еще побольше. Вот если какой-то МКБ сюда добавить, было бы вообще супер. И обязательно законтролить вайпера в драке, потому что если вайпер плюнет хвоста своей ультой, то ну хвост в драке не сделает вообще ничего. А плевать по сути неркало, кроме как в этого товарища. Так, ну и собрались Team Secret снизу. Понятное дело, они будут давить, вот та Death Profit, которую я ну вначале посчитал не особо перспективной, но учитывая сколько товаров упало, она уже более чем боевая. На самом деле убивать здесь нужно не только вайперы, а вообще всех. все доставляют огромное количество проблем. Сломали последний внешний тавер и ну решили все-таки зайти по миду, потому что тут Т3 тавер, это нет. Шейкер вырывается на фаника, сайленс, без вариантов для фаника, праймал сплит прожат, прям таки сфор психанул, решил не рисковать, подняли в юлы гирича, есть у него БКБ, рейнджевой барак падает, милишный следом за ним, приземляется Хвостевич, ну и здесь ГГ, ВП, что я могу сказать, тут вообще без шансов, БКБ, хвоста есть, но по-моему толку. Я бы добавил то, что как качественно использовать Team Secret свои спл, они не жалеют, Шейкер не желает дать ультимейт пятерых, Пупей не желает дать Блэкхолл пятерых, в итоге ультимейт в одного вайда, Блэкхолл в одного гирокоптера и нормально. Да, да, но из этой цепи выбить, то все. О, изи, файт. И неужели Хвост не бейбэкнется? Хвост купил себе Живелин. Но с Живелином два лайна пробитых ты не отдэфишь. Пивчанское повесили, в итоге с руки вообще не попадает, живет Флай, его даже убить не удается, Чайник полетел довольно-таки неплохо, но толку от этого маловато, под Момом Фаник разваливается как сахарный, ну и что, Дримкоил по всем, хороший, казалось бы, Дримкоил, Денди убегает, ну и в итоге Нави просто-напросто пытается поиграть на нервах у своего противника, они не пишут ГГ до последней секунды, БКБ ТП Аут, и Хвост еще и не уходит. ГГВП. Да, но первую карту без шансов, пауза длилась больше, чем игра, 24 минуты потребовалось ребятам из Team Secret. Но не забываем о том, что эта встреча у нас идет до двух побед, и на Тусвинсера, я думаю, сейчас подсоберутся, надо обязательно брать реванш. Что ты вообще скажешь в целом по игре? Ну, в целом, то, что Нави слегка обнагрелись пиком, непонятно, зачем в итоге был взят пак, когда... подсоберился,